Рок-группа Волощука СД отправляется в очередной рок-путешествие, на этот раз на Мальдивы. Мальдивы это самое большое коралловое государство в мире, расположенное в Индийском океане. Мальдивы это лазурное небо, это бирюзовый океан, это вечное лето, это красочная флора, фауна, подводный мир и это райское наслаждение. Надеемся получить массу впечатлений для создания новых рок-н-роллов, блюзов и баллад. Путешествуйте вместе с рок-группой Волощука СД. Кем должен стать Волощук СД? Давайте угадывайте. Не угадали? Слоном, лошадью, офицером, ферзем, королем или пешкой. Вот угадайте. Я хочу стать ферзем, который ходит куда хочет, что наискорь, что направо, что налево, что назад, наоборот. И бьет всех подряд. Вот, вот кто должен быть Волощук СД. И он им станет. Я надеюсь, что уже никто из вас не сомневается в этом. Уважаемые любители рок-музыки. И причем я буду белым ферзем. Потому что я воин света, воин добра. Видите, пока никого нету, я немножко по барабаню. А то они не дают свои инструменты в руке. Но настоящий барабанщик и не должен никому ничего давать. Он должен беречь свой малый барабан и свое железо. Он всегда с собой его носит. Вот так. Поэтому я втихаря. Пока их нет. Ну и здесь есть вот такая вот достопримечательность. Скелет кита. Настоящего кита. Все прям как в музее Дарвина. Но там правда стоят тирексы. Скелеты стоят всяких. Тиран-розавров. А здесь кита. Ну специфика такая. Океанская тут. Вот такие вот малыши тут плавают неподалеку. Пройдусь за мерью и метраж. С вашего позволения. 27 шагов сделал. От хвоста до кончика головы. То есть метров 22-25 наверное будет. Вот такой вот мальчик тут. Плавал, плавал и доплавался. Жил сюда, в музей. Чтобы развлекать русских рокеров. Ну как? Нам же надо посмотреть как оно выглядит русским рокерам. А вы говорите, что это не рокерское место. Да самое настоящее. Заповедное. Сюда только русским рокерами ездить. Набираться сил. И смотреть. На мощную вот эту океанскую. И заряжаться ею. Чтобы потом создавать величайшее произведение мирового рок-н-ролла. Ну, если взрослые рокеры приехали сюда с маленькими подрастающими рокерами, то тут для них тоже есть всякие фиговины. Видите? Все предусмотрено. Красота всякая. Сам бы покатался. Да боюсь не выдержать. А то я наелся. Весу поднабрал. Ругаться будут местные смотрители. Все есть. И есть маленький детский бассейн. Если вы обратили внимание. 0,55 метров глубинный. Все красиво. Поэтому, уважаемые любители рок-музыки, настоящему рокеру, особенно у которого маленькие подрастающие рокеры, надо ехать прямо сюда. Еда вкусная. Арбузы без перца. Бассейн 0,55. Спокойно можно отдыхать. Не беспокоиться, что ребенок на глубину занырнет. И наслаждаться жизнью. Продолжаю вспоминать свое босоногое детство. Рок-н-ролльное. А я же вырос на море. Я же без моря не могу. У меня бабушка жила в селе под названием Железный порт. В Херсонской области на Черном море. И поэтому каждое лето мы проезжали на море. И целое лето, три месяца, мы там жили как дикари. Родители нас бросали там. И мы там были предоставлены сами себе. Рядом был Черноморский заповедник. Тендеровская коса. Тысячи, десятки тысяч чаек. Разные змеи, гады. Ну, в общем, красота не описуем. Мы с утра уходили туда и там. Ловили крабов. Рыбу ловили. Класс. И поэтому, конечно же, я морской человек. Потом судьба. Почувствовала, что он человек морской. И на флот меня призвала. На Тихий океан, где я продолжил рассекать волны Тихого океана. На эсминце. Вот видите, тут сзади такой вот специальный кокосик. Мохнатый. На котором можно покачаться и вспомнить детство. Рок-н-ролльное. Он, конечно, чуть-чуть покрупнее, чем я. Он рассчитан на более крупных мальчиках. 110 килограммов здесь тонут. Прям незаметный их. Но все равно хорошо. Уважаемый любитель рок-н-ролль. Как вы считаете, неплохо тут в этом кокосике покачаться? Ну, вот такая вот тут напряженная жизнь. Напряженная, тяжелая жизнь. Рок-н-ролльщику протяжка вот эта. Без гитары. Оставил дома гитару. Ну, а все, ну, приходится. Надо же иногда отдыхать-то. Вот тут вот. Закаляемся. Набираемся энергии. Чтобы с новыми силами начать сочинять рок-н-роллы. Здесь вот навевает меня что-то придумать в стиле регги. Потому что немножко напоминает Ямайку. Вот это все дело. О, точно, буду регги сочинять. Растаманов только тут не хватает. Тут написано, запрещено курить везде. Но смокинг. Растаманов не хватает, но я без них сочню. Не переживайте. Все будет хорошо. Всем привет. Такси. Тут как в лучших домах Парижа, Лондона. В такси. Поедемся с ветерком. Погнали. Но заставляют маски надевать. Когда лень идти, а тут рядом. А тут идти пять минут. Но ехать две минуты. Это мы тогда едем. Вот и проехали. Вот моя деревня. А вот мой дом родной. Вот он. Красавчик. Ну вот он. Знаменитый тропический ливень приближается. Жду, не дождусь. Хочу под дождем поплавать. Гром и молнии уже гремели. Жду дождь. Ну чуть-чуть капает. Скоро должно ливануть. Ну чтобы прочувствовать полностью эти субтропические ливни. Или тропические. Тут наверное тропики все-таки. Ну вот он тропический ливень. Дождался я его. Сидел в воде, ждал. Кучи уже подошли. Гром гремел. А под дождя еще не было. Наконец-то ливанул. Ну согласитесь, край такой, а? Поплавать под дождем. Ведись его глядя. Вот таким хорошим. О, а ну и говорил-то, что я сюда поехал. А ну все, такой кайф, а? Будет на чем песни петь, а? Океан, ливень, рок, волня. Все это будет отражено в русских рок-н-роллах, рок-группах Волосюка. Всем рок-н-ролльчикам привет. Уважаемые любители рок-музыки, скоро я приеду. Ну вот и зонтик пригодился, а? А мы думаем, зачем там зонтики? Вот для чего. Чтобы от тропиньевого динка спасаться. Все будет хорошо, потому что дождь – это хорошая примета. Значит, Волосюк СД точно будет рок-звездой русской. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, Расскажет рокер Волосюк. Расскажет рокер Волосюк.